Беседа 34, 303, Диане 15, 35. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовестуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаю, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут? Посмотри опять на их смирение, как они преподают Слово вместе с другими. Лука изобразил нам нравы и прочих апостолов и показал, что один из них был более мягкосерден и снисходителен, а другой более суров и строг. Различные бывают дарования. А это, как известно, есть также дарования. Одно потребно по отношению к людям с одними нравами, а другое с другими. Так что если бы переменить их, то они сделались бы бесполезными. По-видимому, между Павлом и Варнавой произошло некоторое разногласие. Но все это происходит по устроению Божию, чтобы каждый из них занял соответственное себе место. С другой стороны, нужно, чтобы не все были в равной чести, но один начальствовал, а другой подчинялся. И это по устроению Божию. Притом кипряне ничего такого не показали, что бывшие в Антиохии и другие. Для одних нужен был нрав мягкосердный, а для других, напротив, Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Панфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией. И в пророках мы видим различные характеры и различные нравы. Например, Илья Строг, Моисей Кроток. Так и здесь Павел был тверд, но смотри при этом на его кротость. Он просил, говорит писатель, чтобы отставшего от них в Панфилии не брать с собою. Как военачальник не желал бы иметь при себе оруженосца постоянно небрежного. Так не желал и апостол. Это и других вразумляло, и того самого исправляло. И так, скажешь, Варнава был нехорошего нрава. Отнюдь нет. Думать так об нем весьма нелепо. В самом деле, не нелепо ли считать его дурным за такое маловажное дело? И смотри, во-первых, оттого не произошло никакого зла, что они разлучились друг с другом, сделавшись таким образом достаточными для всех язычников. А напротив, великое благо. Во-вторых, если бы этого не случилось, то они нелегко решились бы отделиться друг от друга. Поделись лучше тому, что писатель не умолчал об этом. Ты скажешь, если следовало разделиться, то можно было бы и без распри. Но здесь особенно и обнаружилось человеческие свойства их. Если этому следовало быть во Христе, то тем более в них. С другой стороны, разве не была бы предосудительна, если каждый припирался бы о таких предметах и с такой справедливостью? Если бы кто из них огорчался, домогаясь собственной пользы и собственной чести, то действительно было бы неодобрительно, если же каждый из них, желая учить и наставлять, отправляется один одним, а другой другим путем. Что здесь предосудительного? Многое они делали по человеческому рассуждению. Не были ведь они камнями или деревами. И смотри, Павел выражает неудовольствие на Марка, но приводит и причину. Он уважал Варнау за великое его смирение, за то, что он находился при нем и разделял с ним столько трудов, но уважал не так, чтобы пренебрегать долгом. Кто из них советовал лучше, не наше дело исследовать? По крайней мере, великое было смотрение Божие, что одни из верующих должны были удостоиться вторичного их посещения, а другие – ни одного. В Антиохении не просто пребывали, но учили. Чему учили? Что проповедовали? Что нужно было как для верующих, так и еще неверующих. Было множество соблазнов, и потому присутствие их было необходимо. А что касается их распри, то должно смотреть не на то, в чем они были бы не согласны, а на то, в чем они согласились между собою. Разделение их послужило большому благу, которое произошло по этому поводу. Что же, врагами ли они расстались? Нисколько. И после того ты видишь, как Павел в посланиях своих упоминает о Варнаве с великими похвалами. Второе к Коринчанам 8, 18. Была между ними расприя, говорит писатель, но не вражда, не раздор. Разногласие. Расприя сделала то, что они разделились, и хорошо, так как, что после каждой из них Породин предпринял полезного. Того не сделал бы по тому самому, что были бы вместе. Мне кажется даже, что и разделение произошло у них по согласию. И что они сказали друг другу, так как я не желаю этого, а ты желаешь то, чтобы нам не рассориться, разделимся по разным местам. Таким образом, они сделали это, совершенно уступая друг другу. Варнава хотел, чтобы оставалось мнение Павла, и потому отделился. Так же и Павел хотел, чтобы оставалось мнение Варнавы, и потому делает, тоже и отделяется. О, если бы и мы разделялись друг от друга таким же образом, и для того, чтобы идти на проповедь. Павел, говорит писатель, избрал силу, и был предан благодати Божией от братьев. Удивительно, весьма велик этот муж. А Марку эта распри принесла большую пользу. Строгость Павла вразумила его. А доброта Варнавы сделала, что он не остался. Так расприя, бывшая между ними, достигает одной цели – пользы. Видя, что Павел решается оставить его, Марк весьма устрашился и осудил себя. А видя, что Варнава столько расположен к ним, он весьма возлюбил его. Таким образом, расприучительей исправил ученика. Так он далек был от того, чтобы соблазняться ею. И если бы они делали это для собственной чести, то, конечно, он мог бы соблазниться. Но так как они припирались для его спасения, единственное для того, чтобы показать, как премудрый совет и Бога, удостоившего его такой чести, то что здесь предосудительного? 305. Посмотри на мудрость Павла. Он не прежде отправляется в другие города, как посетив, уже принявшие слово. И проходил в Сирии, Килики, утверждая церкви. Дошел он до Дерри и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец елен. И благоразумно было бы ходить напрасно. Будем так же поступать и мы. Будем наставлять наперед прежних, чтобы они не послужили препятствием для последующих. Посетим, говорит, братьев, как они живут. Он не знал об этом как следует, и потому пошел посетить братьев. Видишь, как он постоянно бодрствует, заботится, не остается на одном месте, хотя подвергался множеству опасностей. Видишь ли, что и прибытие его в Антиохию было не от страха. Как врач он пошел к болящим. Необходимость посещения изъяснил в словах, кому мы проповедовали слово. Варнава отделился и уже волей не сопутствовал ему. Избрал силу, говорит писатель, и был предан благодати Божией. Что это значит? То есть молились, просили Бога. Смотри, как всегда много может молитва братья. И затем пошел пешком, желая на пути принести пользу видевшим его. И благоразумно. Когда они спешили, то плыли. А теперь не так. О котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и коне. Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был елен. Достойна удивления мудрость Павла. Он, столько восстававший против обрезания, употреблявшийся в семь мира и успокоившийся не прежде, как достигнув цели. Тогда, когда это учение было утверждено, обрезывает ученика. Не только другим не возбраняет, но и сам делает это. Нет никого мудрее Павла. Он во всем смотрел на пользу. Не делал ничего просто, по предубеждению. И его восхотел, говорит писатель, с собой взять. Удивительно, что он даже привел его с собою ради иудеев, обрезал. Это причина обрезания. Они не стали бы слушать слово от необрезанного. Но что? Посмотри на самое дело. Он обрезал, чтобы прекратить обрезание, потому что проповедовал определение апостолов. Видишь ли борьбу и через борьбу созидание. Не от других побуждаемые, но и сами делая противное, они таким образом устрояли церковь. И они внесли определение не обрезывать, а он обрезывал. Прошедшие же через Фриги и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Видишь ли пользу от этого обрезания? Затем он более не остается у них, как пришедшие посетить их. Ну что? Идет дальше. Дошедшие до миссии предприняли идти в Вифинию. Но Дух не допустил их. Почему же им возбранено? Не говорит писатель. Он только говорит, что они не были допущены. Научая нас этим покоряться и не исследовать причины. И показывая, что многое они делали и по-человечески. Миновавши же миссии, сошли они в Траду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Для чего было видение? А не сам Дух Святой повелел. Чтобы он желал привлечь их и таким образом. И другим святым бывали видения. И сам Павел вначале видел в видении мужа, пришедшего, возложившего на него руку. Деяние 6.12. Для того побуждает его идти туда, чтобы проповедь распространилась. Также и по следующей причине возбраняется ему оставаться в других городах, когда побуждает его Христос идти туда. Эти имели слушать и Анна, и притом долгое время, и может быть не слишком имели в том нужду. А туда нужно было прийти. Потом он и уходит, отправившись на ту сторону моря. После всего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. И так, отправившись из Страды, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Так ему является и сам Христос, говоря, ты предстанешь пред кесарем. Потом писатель, как повествующий историю, говорит о местах и показывает, где Павел останавливался, именно в больших городах, а другие проходил. Быть колонией составляет достоинство города. Но обратимся к вышесказанному. Павел представляет Варнаве необходимость путешествия, когда, говорит, подавает нам посетить другие города. Но ему не подобало спросить того, когда намеревался обличать впоследствии. Тоже было между Богом и Моисеем. Один просит, а другой гневается. Так, например, когда человек, если отец ее, Мариаме, плюнул бы в лицо ее, число 12-4, ищу, и ныне оставь меня, чтобы он возгорелся гневом на них и истребил их. Исход 32-10. И когда Самуил оплакивал Саула, но от того и другого произошло великое благо. Так и здесь один гневается, а другой нет. Тоже бывает и между нами. Раз пребыла не напрасно, чтобы вразумить того Марка, и чтобы дело проповеди не показалось шуткою. Иначе уступил бы и теперь Варнава, уступивший всегда и столько любивший Павла, что еще прежде отыскал его в Тарфе, привел его к апостолу, вместе с ним доставлял милостыни, вместе с ним принял согласное с определением апостолов. Не из-за такого дела произошло между ними огорчение, но они отделяются друг от друга для того, чтобы раздельно учить и усовершать нуждавшихся в их учении. Так и в другом месте Павел говорит, не отягощайте меня, и вы, делая добро, да не унывайте. И хотя укоряет некоторых, но заповедует делать добро всем. Так обыкновенно мы и поступаем. Мне кажется, что здесь вместе с Павлом и другие были недовольны. Он же, обращаясь к каждому из них, особо делает все, увещевает, вразумляет. Много может делать согласие, много любовь. Хотя бы ты просила слишком многом, хотя бы даже был недостоин, будешь услышан за доброе намерение. Не бойся. Проходили, говорит писатель, города. И этот ученик Тимофей, о котором свидетельствовали все находящиеся в листрах. Великая вера Тимофея, если свидетельствует со всеми. Когда отделился в Арнава, Павел находит равного ему, о чем сам говорит, вспоминая слезы твои, нелицемерную веру твою, которая была прежде в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. И взял ее, говорит писатель, и обрезал, а для чего показывает, прибавляет ради иудеев. И так поэтому Тимофей обрезывается, или и ради отца, который был елен, и следовательно не был обрезан. Смотри, как закон уже отрешался. Иные же думают, что он родился после оглашения его отца проповеди. Но может быть это несправедливо, так как от детства, говорит Павел, знаешь, священное писание. Потому надо бы принять первое. Если же не так, то потому что Павел намеревался сделать его епископом, и ему не следовало оставаться необрезанным. Язычникам же не нужно было соблюдать ничего такого. И это было немаловажно, так как в столь долгое время они соблазнялись этим. Начало отменения закона было положено тем, что язычники не соблюдали его и не терпели никакого вреда, и ничего не лишались отношения к вере. Потому они охотно и оставили его. Так как он намеревался проповедовать, то чтобы вдвойне не поразить иудеев, обрезают его, хотя он был двоякого происхождения, от отца Еленой и от матери верующей. И хотя дело касательно язычников было важно, но он, несмотря на это, сам обрезал его. Потому что проповедь должна была распространяться. И смотри, от действия противного определения апостолов здесь происходит великое благо. И пребывало число, говорит писатель, видишь ли, что обрезание не только не повредило, но и принесло великую пользу. Заметь, не через ангела, как Филиппу или Корнили, но как в видении является ему Господь, только человеческим образом, а не божественным. Где легко было убедить, там он является более человеческим образом, а где с большей трудностью, там более божественным. Так, когда он привлекался только проповедовать, для этого было ему сновидение, а когда нужно было удержать от проповедования, это открывает дух святые. Так было и с Петром, когда дух сказал встань и иди. Легких дел не совершал дух, но для этого достаточно было и сновидение. Так и Иосифу, когда легко было убедить его, было сновидение, а другим видение, Матфея 2.13, так и Корнили и самому Павлу, и вот, говорит писатель, муж некий македонянин предстал, говоря, не сказал Павелевая, но умаляя, то есть прося тех, которые нуждались во врачевании. Что значит? Уразумели. Значит, догадываясь. А из того, что видение было Павла, а никому другому, из того, что они были удержаны духом, из того, что находились у предела в Македонии, и всего этого они делали такое заключение. С другой стороны, и самое плавание указывало на это, потому что в течение короткого времени они достигли самого корня Македонии. Таким образом, устрояется, что распря послужила на пользу. Если бы Дух Святой не явил своего действия, Македония не приняла бы слова. А такое преуспеяние знак, что случившееся не есть дело человеческое. Не сказано, что Варнава огорчился, но что между ними быть распря. Если же не огорчился он, то так же и Павел. 309 Зная это, будем не просто читать Писание, но и изучать и навидаться, ведь ничего не написано напрасно. Великое зло не знать Писание. Отчего бы следовало получать пользу, от того мы получаем вред. Так часто и лекарства, имеющие по природе целительную силу, когда употребляющий их не умеет хорошо пользоваться ими, приносят вред и расстройство. И оружие, которым можно защищаться, для того, кто не умеет обращаться с ним, служит во вред. А причина и то, что мы всего прочего ищем больше, нежели пользы душевные, и больше смотрим на посторонние, нежели на свою истинную пользу. О прочности дома мы часто заботимся, и не потерь пели бы видеть, как он ветшает, обрушивается, повреждается от бурь, а душе же нисколько не заботимся, но хотя и видим, что основание и самое здание и кровля разрушаются, не прилагаем никакого попечения. Также, если имеем скот, то стараемся об удобстве для него, занимаем и конюхов, и коновалов, нанимаем и все силы напрягаем, заботимся о помещениях, внушаем приставникам, чтобы они не гоняли его без нужды, и как попало, не клали на него излишней тяжести, не выпускали безвременно среди ночи, довольствовали пищей, и много установляем правил касательно ухода за бессловесными животными, а о душе нисколько не печемся. Но что я говорю о животных, полезных для нас, многие держат маленьких птиц, которые не приносят никакой пользы, а только забавляют, и касательно их, есть у нас много правил, и ничего не опущено и не забыто, обо всем мы заботимся больше, нежели о самих себе. Так мы сделались малоценнее всего. Если кто в обиду назовет нас псом, то мы оскорбляемся, а сами безславя себя ни словом, но делом, и не прилагая попечения душе даже столько, сколько о псах, не чувствуем никакого огорчения. Видите ли, как все у нас покрыто мраком, как многие заботятся о псах, чтобы они не были накормлены воли надлежащего, чтобы они были быстрой, пригодной к охоте, побуждаемой голодом и жаждой, а о себе самих не заботятся и не стараются обуздать свое сустолюбие. Бессловесных научает любомудрию, а себя допускает не сходить до дикости животных. Это кажется загадкой. Где, скажешь, эти любомудрые бессловесные? Но разве не великая любомудрия, когда пес, побуждаемый голодом, от попавшей ему пищи, а, видите, перед собой готовые идут анимы голодом, дожидается господина. Устыгитесь самих себя, научите ваши чрева быть так же любомудрыми. Вам нет никакого оправдания. Если ты можешь сообщить такое любомудрее животному, от природы не умеющему ни говорить, ни мыслить, то тем более мог бы сообщить себе. Это ведь дело человеческого старания, а не природы, иначе все псы были бы таковыми. Итак, будьте в данном случае подобны псам. Вы сами вынуждаете меня заимствовать пример отсюда. Следовало бы от предметов небесных, но если я начну говорить о каком-нибудь из этих предметов, вы говорите, что это слишком высоко. Потому я и не говорю уже о предметах небесных. Если приведу в пример Павла, вы говорите, что он был апостол. Потому я не говорю уже о Павле. Если приведу в пример какого-либо другого человека, вы говорите, что он мог делать это. Потому я и не указываю на человека, но на животное. И животное, получившее такие свойства, нет природы, чтобы вы не сказали, что оно делает это по природе, а не по доброй воле. И что еще удивительное? Не по собственной воле, а по твоему старанию. Оно не рассуждает, что устало, что утомилось от бега, что поймало добычу собственными своими трудами, но оставив все это в стороне, исполняет волю господина и становится выше чрева. Да, но, скажешь, ожидает одобрения, надеется получить обильнейшую пищу. Скажи и ты самому себе. Пес в надежде будущего довольства пренебрегает настоящим, а ты не хочешь в надежде будущих благ пренебрегать настоящими. Но он, скажешь, знает, что если неблаговременно и против воли господина вкусит пищу, то лишится не только этой, но и обыкновенно назначаемой ему пищи, и даже вместо пищи получит побои, а ты и этого не можешь знать. И того, что он умеет делать по привычке, ты не исполняешь по разуму. Будем подражать хотя бы сам. Говорят, что делают тоже ястребы и орлы, что те делают с зайцами и серными, то эти с птицами, и также по научению человеческому. Все это может обличить нас, все это может осудить нас. Скажу еще, взяв диких и свирепых коней, которые и бьют ногами, и кусаются, опытные люди в короткое время образовывают их так, что севший на них садник наслаждается их стройной походкой. А когда душа поступает беспорядочно, никто об этом не заботится. Она и скачет, и бьется, и бросается на землю, как дитя, и делает множество бесчинств. Но никто не налагает на нее ни аркана, ни пуд, ни узды, и не скажет, не сажает на нее опытного всадника, то есть Христа. Таким образом, все не извратилось. Если ты заставляешь псов владеть желудком, укращаешь ярость льва и свирепость коней, и научаешь говорить птиц, то не странно ли неразумным существам сообщать свойства разумных, а в разумных допускать неразумные страсти. Нет, нет нам никакого оправдания. Нас обвинят все делающие должное, и верные, и неверные. Ведь и неверные делают должное, не только люди, но и звери, и псы. А судим себя и мы сами, которые делаем доброе, когда хотим, а когда бываем беспечно, увлекаемся на злое. Часто и многие из самых порочных людей, когда захотели, исправлялись. А причиной то, как я сказал, что мы всячески ищем пользы посторонней, а не нашей собственно. Построил ли ты великолепный дом? Ты позаботился о благоустройстве дома, а не твоем собственном. Получил ли хорошую одежду? Ты позаботился о теле, а не о самом себе. Если и хорошую лошадь, так же никто не заботится, чтобы душа была добра, так как при доброте души нет никакой нужды в тех благах, а без нее нет никакой пользы и от них. Как для невесты, хотя бы ее брачный чертов был убран золотыми покровами, хотя бы окружали ее сон мы благовиднейших и прекрасных женщин, розы и венцы, хотя бы и жених был прекрасен, и служанки, и подруги, и все были благовидны. Нет от того никакой пользы, если она сама крайне безобразна. Если же она прекрасна, то и без всего этого нет для нее никакого вреда. Она против пользы, потому что безобразная при этом будет казаться еще безобразнее, а прекрасная без этого будет еще прекраснее. Так точнее душа, если она добра, не только в этом не нуждается, но даже помрачает этим свою красоту. Человек любомудрый, как мы увидим, блистает не только в богатстве, сколько в бедности. В первом случае многие приписывают любомудрее его богатству и тому, что он не имеет нужды в деньгах. Если же он живет в бедности, между тем отличается всеми добродетелями и не допускает себя делать что-либо постыдное, тогда уже никто другой не разделяет с ним венца, который стяжал он любомудрием. Итак, будем украшать душу, если хотим быть богатыми. Что пользуешься, лошаки твои белые, тучные, красивые, а ты, сидящий на них, и ху, ты нечистый, безобразен. Что пользуешься, если ковры твои мягкие, красивые, искусно испечрены различными цветами, а душа одета в рубище или совершенно обнажена и безобразна? Что пользуешься, если конь выступает плавно или походит более напляшущего, нежели на идущего, и украшен как бы для брачного пира, а сидящий на нем хромает душою более хромых и расстроен в руках и ногах более пьяных и расслабленных? Скажи мне, если бы кто дал тебе хорошего коня, а телу твоему нанес бы вред, какая от того польза? А теперь у тебя повреждена душа, и ты нисколько не заботишься. Позаботимся же, когда-нибудь увещеваю вас о самих себе. Не будем считать самих себя малоценнее всего. Когда кто оскорбляет нас словами, мы досадуем и огорчаемся, а сами, унижая себя делами, не исправляемся. Вразумимся же, хотя поздно, чтоб, приложив ревностное попечение душе своей и возлюбив добродетель, могли бы мы сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Продолжение следует...